Специально для официального фан-сообщества Assassin's Creed ВКонтакте. Также спасибо группе Вселенной Assassin's Creed за поддержку. В предыдущем ролике про грустные моменты я, конечно, ставил много чего за бортом, так что я решил исправиться, и вот вам еще 5 грустных моментов в серии Assassin's Creed. Как вы понимаете, тут будут много спойлеров. Как по мне, лучший персонаж единства это Элиза. Многие со мной поспорят, но я так думаю. Дело в том, что она не так проста, с интересным характером и мыслями. Она отличается от типичного тамплиера. И узнав все о ее жизни, понимая, что она из себя представляет, сдержать эмоции в конце игры не представляется возможным. Хоть это для меня не было особо слезливым моментом, но мне действительно было грустно. Это что-то да и значит, потому что обычно в других играх, где умирает пася главного героя, мне просто плевать. Кстати, если хотите узнать побольше о Элизе, посмотрите мой ролик о ней, ссылка в описании. Продолжение следует... Элиза, 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 нет. Элиза, 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 Э Слушайте, я понимаю, Люси предательница Она всегда была с тамплиерами и собиралась украсть яблоко у Дезмонда Но теперь представьте, на дворе 2010 год Вышло Братство Крови, и в конце Дез убивает Люси Но ты не понимаешь, почему, за что? А чтобы узнать ответ, нужно ждать год Для меня концовка была действительно грустной Люси вызывают искреннюю симпатию И даже учитывая то, что она оказалась на другой стороне в этой войне Она все равно не перестала мне нравиться Аналог тот же Шей Он ведь тамплиер, но вам он все равно импонирует Что? Я не могу пошевелиться Ты реактивировал яблоко Оно общается с твоей ДНК Отпусти меня 72 дня до момента пробуждения Ты, наше дитя и дитя наших врагов Конец и начало Тот, кого мы ненавидим и почитаем Последнее путешествие начинается С тобой через врата пройдет спутница Но я не вижу ее Крест заслоняет ее от моего взора Что ты делаешь? Пут должен быть открыт Ты должен сыграть свою роль Весы должны прийти в равновесие Хватит! Прошу! Ты знаешь очень мало Мы должны направить тебя Не сопротивляйся Нет! Готово Путь лежит перед тобой Осталось найти ее Пробуди шестое Иди Один Эдвард Тэтч, он же Черная Борода Довольно интересная личность Дело в том, что он создал для себя Образ безумца и непобедимого пирата Страшного как черт Но на самом деле он был совсем другим Его не назовешь хорошим Потому что он был пиратом Но он ненавидел коррупцию Британской бюрократии И искренне заботился о людях на носау Когда они заболели Он долго и упорно искал лекарства Так что и плохим назвать его Не поворачивается язык Тэтч прекрасный персонаж И подкупает он своей харизмой Он хотел наконец отойти от дела И прожить свою жизнь спокойно К сожалению ему этого не позволили Кенуэй Лови В мире без золота Нам бы поклонялись Иисуф один из тех редких персонажей Которые влюбляют в себя сразу после появления Он интересный, остроумный И что самое главное Он один из лучших ассасинов Которых мы встречали У него есть честь И он с радостью поможет другу в беде Но прежде чем помочь Обязательно его потроллит Иисуф погиб защищая Софию Он мог сбежать, спрятаться И остаться в живых Но он выбрал драться до конца За что его любят и уважают Многие игроки в Assassin's Creed Ты заслужил покой, брат мой Рекуэскат ин пача Братья Сестры Весь город ополчился против нас А убийца Иисуфа Сидит в арсенале И смеется Покажем ему Что бывает с теми Кто бросает вызов ассасинам Один из самых грустных моментов В серии Assassin's Creed Это смерть Мэри Рид Начнем с того, что она Очень интересный персонаж Женщина в мире мужчин Мэри глубоко верила в кредо ассасинов И не раз упрекала Эдварда За его жадность и эгоизм И только благодаря ей Кенуэй осознал все свои ошибки Жаль, что это случилось Только после ее смерти Здесь никого нет Я тебя здесь не брошу Черт из два Оставь меня, Эдвард Не хочу, чтобы ты погиб Иди Вот ведь плутовка Черт Ты должна была пережить меня Я исполнила долг А ты? Без тебя Я не смогу Мэри Я буду рядом Всегда Разойтись Обыскай тут все углы Вот и все на сегодня Это были действительно грустные моменты Если я что-то по вашему мнению пропустил Напишите об этом Ну а пока если понравился ролик Поставь лайк Подпишись и репостни До скорого, ребята Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому